Здравствуйте! Меня зовут Полина и сегодня наш мастер-класс будет проходить в очень необычном месте. Мы находимся, не побоюсь этого слова, в настоящем музее ложек, потому что маленькая частная коллекция постепенно с годами выросла до 700 экспонатов. И проводить мастер-класс будет хранительница этой коллекции Татьяна Владимировна Филоненко. Татьяна Владимировна, здравствуйте! Здравствуйте! Что мы сегодня будем делать? Какие необычные, я так понимаю, ложки? Да, но сегодня у нас будет самая простая задача. Мы будем делать музыкальный инструмент, который называется маракас. И его можно очень быстро и легко сделать из обычной пластмассовой ложки. Но прежде чем мы с вами приступим к этому, я бы хотела показать, что такое маракас. И мы с вами можем погреметь. Это вот он настоящий? Да, это настоящий маракас. Это музыкальный инструмент. Но изначально он появился у индейцев Антильских островов, как вот такой вот шумовой предмет. А сейчас в оркестрах народных инструментов используют вот этот музыкальный инструмент как дополнительный звук. И можно сделать его прямо из обычной ложки? Да, из обычной ложки. Я вам покажу вот готовый результат. Вот, мы такой делаем все время с детьми, то есть две ложечки. Да, и вот такое вот красивое оригинальное оформление мы с вами будем делать. Что нам для этого понадобится? Для этого нам понадобятся две пластмассовые ложки. Любого размера, лучше побольше, да? Ну, они обычно вот одного размера, эти ложки, да. Вот я искала побольше, почему-то мне не получилось. Потом нам нужна будет вот такая капсула от киндер-сюрприза. Очень удобная. Так, еще нам понадобится изолента. И еще нам понадобится какая-нибудь крупа, которая будет производить вот этот шумовой эффект. Значит, начнем мы с того, что мы возьмем вот эту капсулу и заполним ее каким-нибудь зерном. Пшеном, зерном. Да, у нас представлена гречка, рис, горох. Я возьму горош. Да. Горох будет, самый громкий будет звук, прямо этой же ложечкой мы можем. Мы можем вот так ложечкой. А, прямо ложечкой. Да, ложечкой насыпать. Причем, не полна должна быть коробочка для того, чтобы был звук хороший. А вообще, бывает музыкальный? Да, полный не надо. А полный не надо? Не будет шуметь. Ага, музыкальные ложки бывают вообще? Да, конечно. Сами по себе. Да, да. Вот, кстати, перед нами лежит музыкальная ложка, вот красненькая. Вот эта, да? Да, вот черпачок более глубокий и древесина более крепкая. Вот, и вот такими ложками существует целая, да, оркестра народных инструментов, ложечников. Кстати, очень такое яркое зрелище, если послушать. Да. Так, это мы убираем. Итак, мы наполнили зерном нашу емкость пластмассовую, которая будет создавать звук. Да. Теперь мы берем ложки, две ложки, и с обеих сторон прикрываем. Вот это скрепляем, да? Да, скрепляем вот так вот. Ну, для того, чтобы нам жестко зафиксировать, нам нужна будет изолента. Изоленту мы берем цветную, потому что было и ярко, и красиво. Да. Так. И закрепляем ручку, правильно ли? Да, закрепляем ручку. Ну, и мы просто рукоять ложки. Закрепляем, да? Закрепляем, да, изолентой. Можно сделать пару оборотов и... Как-то оно плохо удерживается. А, ну да, ну ничего, потом будете поправляться. Ничего, давайте, давайте, я... Так, сейчас... Надо наловчиться. Соединять ручки. Ничего, а потом, когда... Первый виток всегда очень сложный. Главное закрепить, да? Да. А потом уже будем разворачивать, потому что у нас будет еще один способ... Татьяна Владимировна, откуда ваше такое необычное увлечение? Какая ваша первая ложка? А, ну, ложка первая, да. В вашей коллекции. Да, в моей коллекции первая ложка приехала из Франции, когда я была в служебной командировке, и решила выбрать себе сувенир на память. И вот получилось, что из всех магнитиков, колокольчиков и там проще сувенирной продукции я остановилась на ложке. И вы сразу поняли, что будете потом коллекционером ложек? Нет, конечно, нет. Это просто был сувенир, который я привезла на память себе. Вот. А потом, когда случилась следующая поездка, почему-то у меня мысль возникла, ну, наверное, опять ложку. Вот. И так, в общем-то, постепенно-постепенно стало... Ну, главное, хочу сказать, что эта ложка была географическая. Угу. Вот. То есть она была из страны, которая хотела себя рекламировать, пропагандировать, привлекать к себе туристов, потому что в некоторых странах вообще вот процент валового дохода от туризма составляет там, ну, чуть ли не до 50%. Поэтому вот такие вот сувенирные ложки, на них изображают, ну, столько достопримечательностей. Вот. Это могут быть и геральдические знаки, и флоры, и фауна, и политические деятели. Вот. И о каждой ложке можно узнать очень много. То есть сувенирные ложки для привлечения туристов. Да. Правильно? Да, да, да. Поэтому так много. А вы знаете, есть страны, которые выпускают столько сувенирной продукции, я вообще удивилась, я никогда не думала. А тем более вот ложки. Вот в нашей стране, к сожалению, очень мало ложек сувенирных. Не во всех городах найдешь ложечку. Вот хочется вроде. В основном же тарелочки. Ну, вот, наверное, больше магнитики еще так же. Вот. А вообще откуда пошла ложка? История ложки какова? Ну, вообще в раскопках первую ложку нашли в Египте. Это было пять веков назад. То есть третий век до нашей эры. Это была ложка из глины, из необожженной глины. Ну, то есть предмет, напоминающий ложку. Ну, а вообще человека ведь он, да, вот почему именно такую форму имеет ложка, то есть предмет для принятия пищи? Потому что на самом деле это анатомическое строение. Вот наша рука, ладонь, сложенная черпачком, и наша рука, вот это рукоять ложки, а это черпак ложки. И человек, вот так же, как и первобытный человек, и в настоящее время, когда мы хотим водиться, напиться, да, то мы вот так вот руку черпачком складываем. Вот такой формы имеет ложка. Поэтому первобытный человек, он приспосабливал все, что было в природе, для того, чтобы вот была такая вот форма. Это была ракушка, могла быть ракушка, это могли быть рога и кости животных и рыб, вот. Ну и, конечно же, из древесины, причем можно из любого сорта древесины сделать ложку. Но наиболее популярна эта липа, она имеет белую древесину, и она мелкопористая, она очень легкая. Итак, мы соединили две наши пластмассовые ложки разноцветной изолентой. Теперь мы закрепляем нашу звуковую капсулу, чтобы она у нас не выпала, правильно? Да, все верно. Для этого мы должны взять вот такие вот наклеечки, которые используем мы обычно в день Пасхи, красим яйца и используем вот такие вот наклеечки, то есть где их можно найти, чтобы можно было сделать. Вот, мы ее одеваем на эту капсулу, вот таким образом, держим пальчиком, чтобы она не соскочила. Вот так вот, да, берем горячую воду, очень горячую воду, для того, чтобы закрепилась и хорошо пленочка, да, схватилась на ложки на нашей, опускаем. И термоэффект, она... Да, она схватывает. Так, давайте я сама подкопаю. Салфетку, да, салфеточку. Спасибо. И наша пленочка, она полностью охватывает нашу ложку. И опять же украшение, да? Да, и такое вот получилось, да, яркое украшение верхней части маракаса. Теперь, да, была ложка, а стал маракас. Ну и теперь нам надо завершить украшение нашей ложки цветными лентами. Мы их будем прикреплять сейчас на рукоять ложки в самом ее окончании. Это вот они, да? Да, чтобы вот такой вот симпатичный хвостик получился. Берем любые ленточки, да, наверное, разного цвета? Да. Да, любые ленточки. Количество лент тоже не ограничивает нас. Так, я возьму оранжевую. Оранжевую. И закрепляем мы ленточки также цветной лентой. Да, цветной изолентой, да. Так, у меня здесь зеленую. Можно красненькую взять. Вот такую. Угу. Так, и я возьму себе красненькую. Ленточки могут быть разной длины, разного цвета, разной ширины. Это уже по своему вкусу, да? Каждый на свой вкус, да, выбирает. Да, и в конце рукояти ложки мы опять закрепляем изолентой. Изолентой, да. Ну да, такая ложка достаточно интересна будет для детей. Да, она как погремушка. Потому что они могут, да, сами себе смастерить музыкальные инструменты. Да. И потом каждый ребенок, да, выбирает свой любимый цвет. Не так, чтобы, да, вот можно не навязывать ему, он сам выбирает. Угу. Какой он любит цвет, и такие цвета присутствуют. У меня готово. Голошки. Мой маракас. Ну да, вот видите, как у вас все ловко, быстро. Но горох у меня не так громко звучит, не так звонко. А потому что вы, наверное, все-таки достаточно много его положили. Наверное. То есть он капсулка, да, заполнена. А когда немного, вот у меня этот маш зеленый такой вот. И вот. Вот такие замечательные маракасы мы сделали из обычных пластмассовых ложек. Мы всех приглашаем в удивительное место, в музей ложек. Мы рады всем нашим гостям, и мы с вами сделаем не только маракас из ложки, но также ложку оберег, ложку куклу. Добро пожаловать к нам на экскурсию. Ну а мы прощаемся с вами. Увидимся на ОТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова